Вот он создал себе образ. Это, в общем, задача. Создать себе вот такой образ. Как он? Профессор рабочих наук? Да, он должен не верить, что это сам сделал. В смысле? Не сам так всё назвал? Да, я думаю, что он как-то себя назвал, но получилось не очень ему подправлено. Нет, это, вы знаете, это такая форма, это, видимо, было... Дело в том, что, видимо, изначально это было, мы ваших университетов не кончали. Путем долгой имиджмейкерской работой это превратилось в профессор рабочих наук. Здравствуйте, я Татьяна Толстая. Меня зовут Дуня Смирнова. Мы приветствуем вас в нашей Школе Злословия, где все и учителя, и ученики одновременно, где нет палачей и нет жертв, а где мы просто знакомимся с интересными людьми и разговариваем с ними на всякие любопытные темы. Сегодня у нас в гостях Василий Иванович Шандыгин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Василий Иванович. Мы страшно мечтали с вами познакомиться. Мы вообще обе ваши поклонницы. И очень давно разных самых людей просили, ну, пожалуйста, познакомьте нас с Шандыгином. Как-то вот не получалось, вот теперь, наконец, когда мы работаем на телевидении, у нас появилась такая возможность, и мы вам, прежде всего, страшно признательны, чтобы вы к нам пришли. Спасибо. Я очень признателен, что вы мои поклонницы, вы интересные женщины, я думаю, будете интересные журналисты. Самые напорные журналисты, я считаю, это женщины. Они такие вопросы могут задать мужчине, что я никогда могу на них не ответить. Василий Иванович, первый вопрос, ну, совсем простой, потому что мы вот с Думой подспорили. Мы там, мы, конечно, получили ваши интервью разные, которые вы давали, распечатку, то есть вы там разговариваете про свое детство, про все, но это же все такое черно-белое, и мы никак не могли понять, мы вас очень хотим спросить, мы даже подспорили, какого цвета у вас глаза? Вы знаете, самые простые люди, самые хитрые люди, это простые люди. Какие цвета у меня, или какого цвета у меня глаза, ну, я думаю, голубые, как у неба голубое. Голубые, 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 Татьяна выиграла, потому что мы сгорели. Сейчас, возможно, они выгорели, понимаете, как, но все говорят, что у меня глаза голубые и красивые, и брови у меня такие, знаете, необъятные, и ресницы большие. Глаза голубые, мы спорили, мне-то казалось, что карие, Татьяна говорила, что голубые, так что вот она выиграла, я ей прыгала. Ну, она же толстая, понимаете? И что, я вижу сквозь черно-белую бумагу? Ну, возможно, да. Настоящая ваша поклонница, действительно, мы прошли огромное качество интервью с вами, и слышали, и видели, мы поняли, что есть вещи, которые мы про вас не знаем, и только вы нас извините и разрешите. Можно мы будем, мы знаем, что вы серьезный политик, мы все это прекрасно понимаем и внимательно следим за вашей политической деятельностью. Но можно мы вам будем задавать вопросы, такие, ну, не всегда серьезные, но которые нас действительно интересуют? Задавайте вы любые вопросы, понимаете, телезрителям будет интересно, как я буду отвечать. А если мы будем задавать такие вопросы, которые постоянные, я думаю, это будет неинтересно ни телезрителям, ни журналистам, ни моим избирателям. Замечательно, спасибо. Да. Мы сначала хотели с вами, ну, знаете, есть такая игра ассоциаций. Когда люди собираются, и каждый рассказывает, ну, по ассоциации, кем он себя чувствует. В себе горе. Да, вот если бы там он был зверем или растением, или еще чем, кем бы он был, да? И вот так узнаются не только характеры, но вот что сам человек вот о себе думает. Вот, например, если бы вы были зверем каким-нибудь, вот каким вы себя представляете? Я думаю, я был бы собакой. Собакой? И полканом обязательно, понимаете, верной собакой. Потому что собака верный друг человека, и она никогда не предает человека. Люди всегда предают. И собак предают, и друзей, и матерей, и жен. А собака, она такая стойкая, преданная, верная. И только бы я был бы полканом. Отлично. А если растением? Ну, растением... Что в этом смысле? Ну, вообще-то ботаника. Ну, я не знаю, вот говорят, когда человек умирает, то его душа или становится растением каким-то, то и еще. Ну, конечно, если растением, ну, деревом, ну, конечно, дубом. Дуб. Я так и думала. Я так и думала. А если бы вы были фруктом? Вот я, например, считаю, что я была бы хурма. Такая вот. Ну, я если был бы фруктом, то, я думаю, был бы ли фруктом от дикой груши или от яблони, чтобы никто не мог меня съесть. Как действительно от дерева, так и в этой жизни. А, дички, да? Да, дички, да. А если Мичурин на вас придет? Ну, если Мичурин, понимаете, ну, Мичурина нет, понимаете. Мичурин говорил, надо взять от природы все, что возможно, понимаете. Но сейчас нет Ивана Мичурина, и что-то его на горизонте и не видно. Если бы вы были книгой, то какой? Ну, книгой был бы я необъятный, чтобы меня никто не прочитал. О, как! О, представьте. А какого жанра, может быть, то есть это документальный или роман, или эпопея? Ну, знаете, я очень много читал литературы, и я много читал и наших известных, русских писателей, советских. То есть, вот, Тургенева всегда побеждали женщины, мужчин. Возьмите его любое произведение. Ну, возьмем Муму. Барыня ему приказала утопить собачку Муму. И он ведет ее в ресторан, кормит там, заказывает лучшие блюда. Собака, значит, ест. И он со следами идет топить собачку, верного своего друга. А если бы мне барыня сказала бы, я бы барыню затопил бы. А собачку бы оставил бы. Сама идея рассказать Муму всесоюзного экрана, такая адаптация для взрослых. Вот есть большой писатель Тургенев, и вот, скажем, Муму. То есть, вот так вот, играть на понижение. Что смешнее Мумы? И что здесь смешнее Мумы? Уже герой анекдотов. А если он говорил бы, скажем, про Льва Толстого, то был бы Лев и Томбаченко. А если бы про Достоевского? Ну, вообще, Филиппок. А Филиппок-то не смешно. Филиппок. Вот Лев Толстой, гигант. Зеркало русского русского русского. Вот Филиппок. И всюду, значит, вот возьмите, значит, отцы и дети. Базаров умирает, Вешние воды, там, Бежен лук. И такой он человек, такой писатель был, понимаете. Он и слабый, сам слабый был в женском вопросе. И всегда у него произведения побеждали женщины. Я бы, если бы был бы книгой, то обязательно я был бы главным героем, и всех бы побеждал. Отлично. А если бы были архитектурным сооружением? Ну, если бы архитектурным сооружением был бы, я думаю, что в мире такого нет архитектурного сооружения. Я думаю, чтобы архитектурное сооружение доставало бы Луну. И чтобы человек... Вавилонская башня? Нет, Вавилонская башня, она не такая высокая была. Ее строили, понимаете, да. И никак не могли построить. Господь взял их, народы смешал. И они на разных языках начали говорить. И Вавилонскую башню не построили. А я думаю, чтобы народ построил такую башню, чтобы она доставала до Луны. И всех негодяев, я не буду называть нынешних негодяев, там, Горбачева, Гайдаров, Чубайцев, сбрасывать с Луны. Вот с этой башни, понимаете? Ну, безусловно, Василий Иванович одно из наших чудес света. Это же очевидно абсолютно. Такое специальное русское чудо. В сущности, в каждом из нас есть Василий Иванович Шандыбин. Такое народное подсознание. Совершенно. И ваше, и мое. А если бы вы были музыкальным инструментом? Я думаю, что вы Ерихонская труба. Нет. Вы знаете, вот можно многие сравнивать музыкальные инструменты, но для меня ближе скрипка. Скрипка? Да. Вот это здорово. Нет, ну, я считаю, да. Скрипка, но я бы выводил, ну, думаю, если бы был скрипкой, любую мелодию. И в первую очередь я бы, значит, так бы мелодию она выводила. Давай, страна огромная, давай на смертный бой, фашистской силы темную, проклятую Ордой. А вы умеете петь? Петь не могу. Вот Господь не дал мне слуха такого, как у Лемешева, Баскова и других наших сердцов. Да, 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 да. Краин, он тоже не может. Я не жаловаться. А свистеть? Свистеть я могу. Ой, умеете свистеть? Нет, не буду свистеть, то знаете как. Я свистеть могу и в жизни свистеть, и так. Ну, а так, ну, умеете? Ну, умею, но не буду свистеть. Нет, так я не умею. Я два месяца училась. Не умеете так? Так нет. А как умеете? Ну, я так. А я никак. Я совсем не умею. Я не могу. Я вас научу. Я два месяца училась на самом деле, потому что я мечтала, я мечтала, что вот я вырасту, вот у меня будут кавалеры, и они обязательно будут смотреть в футбол, они меня возьмут в футбол, а на футбол же надо свистеть. Надо вязать, а не кричит. Да, поэтому я ходила, два месяца я ходила и училась. У меня дядюшка училась. Страшно горжусь. А футбол любят? Футбол любил очень раньше, когда выступала сборная Советского Союза, и когда играли гимн Советского Союза и поднимали красный флаг, то у меня всегда, ну, была дрожь по телу. И я гордился за свой флаг, за свой гимн и за нашу команду. Сейчас совсем все изменилось. Когда выступает сборная России, то я знаю, что она выступает за деньги. Знаю, каких игроков поставили вот здесь тренеры, там, родственники или все, заплатили. А вот это какой-нибудь любимый футбольный клуб или нет? Я всегда болел за спорта. Вот сейчас нет. Потому что вот я не вижу таких игроков, которые бы ради Родины, ради престижа, ради народа могли полностью выложиться. А то люди, то, значит, они, значит, так вот, заплатим. Да что вы, если они, значит, участвуют в каком-нибудь матче, берегут ноги. Не дай бог, значит, там, травмируют колено или голову. Ну, я думаю, если бы была голова такая, очень хорошая у них, то они бы не, ну, были полны мужеством. А сейчас только наши футболисты полны долларами. А вы настольные игры любите? Какие-нибудь? Ну, настольные, ну, какие. Настольный теннис люблю, шахматы люблю, шашки люблю. Да? Да. Ой, а вы в шахматы любите? Домино. А вы в карты любите? В карты играю. Играл в очко. Да? Да. Да. А вы умеете вот в таких умошенных играть? Я не знаю, ли у вас в игру нет столько их, как в карты. А в преферансы вы умеете играть? В преферансы я умею, но теперь не играю. А раньше играли? Я очень много в детстве играл. Да? И особенно в 21. Я просто... Буру, петуха. А это как? Когда играли. А это как это? Взятки брать. Да, взятку не взял, на чухареку. Да? А вы в фанты играли? Вот мы в детстве играли в фанты. Нет, в фанты я не играл. Не играли? Нет, мы в серьезные игры играли. То есть это серьезные? Это вот с обзятками? Да. Это серьезные игры с обзятками кончаются плохо. Серьезные игры с обзятками. Да, Василий Иванович как подсознание. Это такая старая тема. Я давно о ней думаю. Все России подсознание Европы. Это и хорошо, и плохо. Но у всего и всякого должно быть свое подсознание. Поэтому это Василий Иванович, подсознание России. На самом деле самое дикое, это бояться подсознания. Мне кажется, что это такое народовольческое, революционерское. Отрицать вообще все в подсознании. Совершенно верно. Это такой позитивизм, который в русской истории ни к чему хорошему не привел. Потому что главная ошибка всех революционеров, она заключалась в том, что все должно быть ясно, логично, дельно, рационально и позитивно. Вспомните, как Крупская в 20-е годы боролась со сказками. Она запрещала все волшебные сказки. Все сказки, где разговаривали с животными. Всех дюймовочек, всех мальчиков с пальчиком. Потому что это не дельно, не рационально, не позитивно. И может навеять детям ложные мысли. Ну, и результат. Василий Иванович, на самом деле про Вас известно, что Вы имеете огромный успех у женщин. И в Думе всегда все дамы в Думовске про Вас говорят. Вот у нас была любовь с Константином и Слиско. Мы с ним много общались, много разговаривали. Так Вы просто такой, прямо, герой совершенший. Но Вы при этом во многих интервью говорили, что изменить жене все равно что изменить родину. Абсолютно верно. И я вот все время думала, что на самом деле очень редко у мужчин встречается вот такая огромная воля и сила характера, чтобы вот при том, как на Вас реагирует наш слабый пол, при этом быть... Неизменить, да, я... Да. Устоять. Да. Все знают, что Вы примерный семьянин, что у Вас замечательная семья. Вы все так говорите про то, какая выдающаяся кулинарка Ваша жена. Но скажите, вот все-таки, Вы все время в центре внимания, в том числе женского. Никогда-никогда она Вас не ревновала? Жена? Угу. Ревновала, еще как. Да? Да. А расскажите. Ну, видите, как, ревность есть у каждого человека. И у Вас есть ревность. И вот здесь сидящие девушки, женщины, мужчины, есть ревность. Понимаете, там, и я ревновал. Это такое есть, ну, житейство, понимаете, вот так. И всегда же мы знаем, что и мужчины изменяют, и женщины. Как Лев Толстой говорил. Я знал многих женщин, которые кроме мужа никого не знали. Но не знал ни одной женщины, чтобы был у ней один любовник. Раз один есть, второй, третий, четвертый и пятый. Одним любовником это никогда не заканчивается. Откуда он знал-то? Ну, Лев Толстой бурную жизнь прожил. Он это хорошо знал. Ну, хорошо, но вот жена ревновала Вас без повода. А чем это было вызвано? И вы говорите, что вот вы ревновали? Нет, нет, ну, как без повода? А! Ну, может, с кем-то я поговорил, постоял там, знаете, щечку, бывает, так взял и поцеловал. То есть вы уже вроде не начали так... Нет, нет, ну, Сарки, да, любезно. Ну, эти вот женщины, вот когда знаешь, да, подойдешь. Хорошо, но вот вы не изменяли, вы увлекались кем-то? Женщинами? Да. Женой увлекался. Это я знаю, нет, жену вы любите, Таня. Ну, вот был вот такой вот момент, когда вдруг что-то вот там такое... Вот что-то было, но что-то меня останавливало, понимаете? Самый последний момент, что-то останавливало. Нет, ну, это действительно сильный характер. Это как бы стыд. Ну, мы же вот давайте... Мораль, да? Толстого, то есть Тургенев, мы только про него говорили, да? Там он как вот, у него же он же и поэт был там. Я воззнавал тому давно, мне правда... Давайте вот это сейчас... Я воззнавал тому давно, мне правда стыдно и грешно, что вас тогда я не заметил. Вы только что вступили в свет, вам был он 18 лет. На балях где-то его встретил, и кто-то к вам меня подвел. Я с вами нехотя пошел, я полон был тревог и страстный. Тогда, тогда я был влюблен, но та любовь прошла, как сон. И безотрадный, и напрасный, другую женщину я ждал. Я даже вас не замечал, но я заметил ваши руки, заметил милый ваш наряд и ваш прекрасный умный взгляд. Но что-то в сердце молодом дремало легким, чутким сном. И перед внезапным пробуждением осталось тайной для меня. Хоть помню, вас покинул я каким-то смутным сожалением. А случай вновь не сблизил нас, и вдруг теперь я встретил вас. Вы изменились, как Татьяна. Я не слыхал таких речей, я не видал таких плечей, такого царственного стана. Вот видите, вот 18 лет ему, 18 лет красавица была, понимаете, вот, Татьяна. А видите, увели его к другой, понимаете. Он как по весу пошел, понимаете. А потом встретил, все, поздно. Василий Иванович, а что такое, по-моему, настоящий мужской характер? Вот что должно, какие должны быть качества у настоящего мужика? Ну, я считаю, что твердость должна быть духа и убеждение. Во-первых, мужчина настоящий не должен бросить свою семью, своих детей, не забывать своих родителей, беречь родину, как своих детей. Относиться, нет, относиться с уважением к старшим, любить близких, детей, твои дети или не твои, понимаете. Но он должен одинаково относиться, точно так же, как к своим детям. Это же и женщина должна. И женщина должна, да, да. И, во-первых, значит, ну, и мужчина должен особенно у своих детей по мужской линии воспитывать настоящий мужской характер. А что это главное? Ну, самое, я считаю, главное, если вот эта черта передается, может быть, и по рождению, и по воспитанию. Но я вот вижу, вот, допустим, я и много лет работал, и в Думе, я вижу, как мужчины торгуют своими, в Думе, торгуют своими голосами. То он вот раз проголосовал за закон так, потом с ними поговорили, не понимаете, он же по-другому голосует. Вот, значит, я считаю, что мужской характер, он должен отличаться от проститутки. Мужчины же тоже есть проститутки. Сегодня одно скажут, другое завтра другое. А если сказал слово, выполнили. А вот, например, что важнее, скажем, интеллектуальные какие-то качества, настоящего мужика, да, или моральные качества, или это совершенно разные вещи. То есть, вот если было что выбирать, ум или честность, что важнее, вот, либо-либо. Не, знаете, все говорят, что у них ума много. Я всегда говорю, что у меня ума не хватает, понимаете. Да, мы знаем многих интеллектуалов о сволочах в жизни. А кто? Ну, будем приводить, я могу привести, да. Ну, знаю, не хочу я здесь повторяться. Сволочи продажные. Мы интеллектуалы сдали Советский Союз. Горбачев, что он не интеллектуал, а Яковлев. Что? Шоварнадзе. Вот это продажное политбюро. Вы считаете, что если человек интеллектуал, он обязательно солочь? Нет, не все. Но, как Аллен Даллес говорил, что вы можете завербовать в Советском Союзе крупного писателя, ученого, артиста, но никогда не завербуйте простого работы. Им нужна слава. И именно ради славы вот эти интеллектуалы пойдут на все. На измену, на продажу. Гитлер говорил, что интеллигенция отходы нации. Ленин говорил, что интеллигенция, ну, неудобная. А Ленину-то было удобно? А? Ленину-то было удобно? Не, удобно, ну, понимаете. Но он не говорил об всей интеллигенции. Но действительно, вот мы часто видим, вот интеллигенция развалила Советский Союз. Интеллигенция писала, что об Коммунистической партии. И что, Советского Союза не стало, партии не стало. И интеллигенция больше всего пострадала. Значит, не надо вообще интеллигенции-то? Интеллигенция нам нужна, понимаете. Но какая интеллигенция? Интеллигенция должна быть правдивая, патриотистская. Она должна идти вперед и вести за собой рабочий класс, крестьянство. А он не идет. Но не та интеллигенция, которая за доллары продает. А вы знаете что? Вот, ребята, с рабочим классом как раз и крестьянство, что они за интеллигенцию вообще идти не хотят? Ни за какой? Ну, знаете, в 17-м году пошли. За интеллигенцией? За Лениным. А как же, вся интеллигенция пошла за Лениным. Царская интеллигенция, генералы царствия пошли. Вы хотите идти на политику? Я объясню. Значит, все-таки, вы считаете, честность и вообще моральные качества, они, безусловно, главные и интеллигенции? Я считаю, что моральные качества важнее интеллектуально. Хотя моральные качества и интеллектуальные, если они соединены вместе, то не мы, так как я думаю, это получается человек с большой буквы. А вот скажите, Василий Иванович, вот есть такое качество, как даже не хитрость, а, ну, такая смекалка, да? Вот вообще хитрость, это плохое качество или хорошее? Букавство даже осуждается религией. Хитрость, я считаю, что тоже лукавство. Но если, допустим, перехитрить врага, это одно дело. А перехитрить своего близкого человека, это другое дело. Нет, не обмануть, да? Ну, и хитрость, значит, хитрый, он должен перехитрить кого-то. А я думаю, умный человек, мудрый человек, это совсем другое. Нет, ну, хорошо, можно обмануть. Бывают хитрые люди, но не умные. Бывают умные люди, но не хитрые. Вы же знаете это хорошо. Почему, допустим, умные люди никогда не объединяются? Если бы умные люди объединились бы, допустим, у нас в России, ну, в той планете был бы мир и порядок. А всегда воры, вот хитрые люди, они объединяются в группировке, в банды. А почему умные не объединяются? А почему умные люди? Вот почему-то вот умным людям это не дано. Ну, не объединяются умные люди. То есть КПСС не объединяет умных? Почему? В КПСС было очень много умных людей. Но было много и негодяев. Именно вот эти негодяи и развалили КПСС. А сейчас в КПРФ, наверное же, ну, вы как член КПРФ... Ну, я КПРФ, я считаю, да, много умных людей, порядочных людей. Вот именно вот коммунисты объединяются в одно единое. Я думаю, объединяются и возьмут власть в России. Так это они хитрости возьмут? Нет, умом. Вы говорите, что умные люди у нас не имеют? Умом Россию не понять, Арсенов в общем не измерить. У нее особенные стать в России можно только есть. Так значит, коммунисты умом тоже не могут понять Россию? Нет. Вот именно коммунисты понимают. А как это получилось, что умные люди не объединяются, вы говорите? А на основе программы партии. Ну, это ум, они не включают. Нет, ум, здесь ум и интеллект. Вы считаете, что ум и интеллект это разные вещи, да? Вот вы не первый человек, кто так говорит. Вы считаете, что разные? Ну, есть люди умные, понимаете, а есть люди начинственные. Интеллект это, как бы вы считаете, это образованность, да, просто? Ну, сейчас много людей считается с высшим образованием. Но я бы сказал, что они не с высшим образованием, а с верхним образованием. А высшее образование... Вы прекрасно знаете русскую поэзию. Великолепно знаете литературу. Вы, безусловно, человек образованный, Василий Иванович. И эрудированный. Образованный или эрудированный, это пусть обо мне другие скажут. Да, да. Но просто мы говорим, вот сколько негодяев, да? Калугин. Он же тоже интеллект был и... Было высшее или верхнее образование. Но продал Россию. Ленпартия? Горбачев. Посмотрите, как мог говорить. Часами мог говорить. Да, все пустое. И народ же, как, впервые ему верил. Шаварнадзе. Яковлев. Который всегда, вот, каждый не мог выговорить, Александр, а каждый говорил. Понимаете, вот, член политбюро. Вот эти негодяи с интеллектом, но без разума, они за деньги продали в наше государство. Вот, представьте, Россия, которая живет... Таких же, да. Представьте, живут одни Чубайсы. Во всех России. Да. Нет больше Василия Ивановича. Мы же первые повесимся от этого. Это же можно будет застрелиться просто. Это будет не Россия, я не знаю что. Это же Швейцария какая-то. Я не хочу жить в Швейцарии. Мне на родине хорошо. Я вот вижу Василия Ивановича, мне рада на душе становится. Я знаю, что я дома у тебя. Понимаете, и могу разговаривать на родном языке. И обсуждение становится абсолютно бессмысленным. Потому что те, кто любят Василия Ивановича, они его всегда будут любить. Те, кто не любят Василия Ивановича, вряд ли его полюбят. Василий Иванович, скажите, вот меня как раз всегда очень вас и занимало, и привлекало то, что вы любите и знаете русскую литературу. Как вы считаете, что выше, поэзия или проза? Вы знаете, что выше, поэзия или проза? Конечно, я считаю, что прозе можно лучше изобразить. Ну, и историю нашу, и любовь, чем поэзия. Поэзия и стихи, там строчки подгоняются. Друг подруга, там ямбом варенье ставится, понимаете? Ну, конечно, поговорение труднее написать, чем, допустим, строку. Или, допустим, печатный лист поэзии. Я думаю, что и там, и там нужен талант. Вы сами стихи пишете? Нет, не пишу. Совсем? Нет. Ну, а вы же знаете очень много стихов. Я, честно говоря, думаю, что вы стихи любите больше, чем проза. Нет, я стихи люблю. Вы знаете, есть разные поэзии. Вот Александр Блок, у него волшебный стих. Я тоже очень Блок люблю. Да, да, ему не каждому дано понять. Ну, я вот почему Блоку люблю. Там написано, работай, работай, работай. Ты будешь с уродским горбом за долгой и честной работой, за долгим и праведным трудом. Вы же любите в Блоке эти волшебство вот этого, да? Волшебство, да. О нежностях, о доблести, о славе. Я забывал на горестной земле, когда твое лицо, простое оправе, передо мной сияло на столе. Но сейчас настал и ты усмой из дому. Я бросил вновь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому. И я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем. Вино и страсть терзали жизнь мою. И вспомнил я тебя преминалоем. И звал тебя, как молодость твою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. И в тени плащ печально завернулась. Сырую ночь ты из дому ушла. Уж не мечтай о нежности, о славе. Все миновалось, молодость прошла. Своей рукой свое лицо в его простое оправе Убрал я со стола. Смотрите, я очень люблю стихи. Но мне еще хочется с вами поговорить. Страшно интересно. Вот у Лермонтова есть про любовь. Я не унижусь пред собою Ни твой привет, ни твой укор Ни в вас, ни над моей душою Знай, мы чужие с этих пор Ты позабыла, я для свободы Ты позабыла, я для свободы Спасибо, пожалуйста, погодите, Лермонтова. Я смотрю, я смотрю, вы любите любовную лирику. Почему? Все то, что вы проситировали. Нет, не любовную. Кроме того, что работа, работа. Это все любовная лирика. Вот Василия Шибанова. Да. Давайте. Нет, не надо. Вы уже цитировали. Мы читали ваше интервью. Да. Ни разу. Василия Шибанова, извините меня, Вы цитировали в одном интервью. Я уж не помню где. Одну строчку пропустили. Шибанов молчал, с пронзанной ноги крошу. Алла струилась от окон, И царь на спокойное око Слуги взирал испытующим оком. Стоял неподвижный опричный кауряд, Был мрачен ладыг и загадочный взгляд. Как будто исполнен печали, И все в ожидании молчали. Вы цирк любите? Люблю. А что больше? Какие номера? Вы понимаете, я и акробатистские номера люблю, И плаунаду люблю. Я люблю, когда вот там наверху, Вот так они нашлись. Когда вот, знаете, вот они вот Или прыгают, или крутятся, И вот так вот сердце замирает. А вдруг они вот свалятся. Как ляются, как ляются. Ой, а наездников? Ну и наездников, а почему? Так, это же искусство, Как они возвращаются. Как это называется? Жагитовка. Жагитовка, да? Нет, вот я очень простой. Я же вам сказала вчера, да? Я сказала, что я вот, например, Вот мне вот это нравится. И я смотрю, что Василий Иванович тоже это любит. То есть, чтобы там вот так, чтобы блистало, Так вот, как чешуя. И чтобы наверху, и чтобы... Я иду, ах, да. Вот мои стихи такие, все в основном вам, ах. А я клоунов люблю. На самом деле. Мне кажется, что самое главное, Это веселиться, то есть. Депрессия у Вас была. Депрессии нет. Я человек горящий, эмоциональный, понимаете? Вот если меня кто-то обидел, Я выскажу, вот это зло у меня вылетает, И я через 2-3 минуты опять же такой. А вот, хорошо. А если у Вас... Ну, это не называется грустно. А вот если Вам грустно или плохое настроение, Вот что Вы делаете, чтобы победить себе это состояние? Ну, если грустно, то... Если, допустим, я в деревне вот раньше жил, да? Ну, приду, там, дрова начинаю колоть. Да, энергия выходит, да. Если, допустим, вот сейчас думать, На меня, знаете, вот как я выступлю, Так на меня, значит, ну, свору собак выпускают, Там, депутатов определенные. Депутатов какие-то... Что у Вас огорчает? Нет, ну, бывает и по работе. И дома бывает, понимаете, там, Кто-то заболел или все что-нибудь. Так что Вы делаете? Вы же не можете дома... Ну, я... Вот что я делаю? Допустим, если плохое настроение, Я одеваюсь и иду гулять. А когда бегу по метину, Все собаки бегут за мной. Да? Скажите, Василий Иванович, Я давно хотела Вас спросить, Ну, только вот действительно отвлекаясь от политики, А вот чисто по-человечески, Мне страшно это интересно. Как Вы относитесь к Жириновскому? Значит, как я отношусь к Жириновскому? Жириновский... Надо отдать ему должное талантливой политики. Не будь Жириновского в доме, Было бы скучно. Все, на этом я... АПЛОДИСМЕНТЫ А Вы как-то, даже, впрочем, В одном из интервью сказали, Что в доме скучно будет без шанды. Ну, это мне журналисты говорят, понимаешь? Нет, просто сами. Возможно, это я, значит, кого-то... Конечно, если шандыбина не будет, Дуна, то никто острые вопросы не будет поднимать. Самые острые вопросы поднимаю я в государстве. Ну, тогда подождите, поднять острые вопросы, это одно. Ну, нет, ну, надо смело сказать, понимаете, Что ты вор, негодяй. Это же не для развлечений, Вы говорите. Он вор и негодяй. Вы говорите о том, что без Вас будет скучно. И про Жириновск... Это журналисты. Если, допустим, они писали, Если сандыбина не будет, То все домаки уснут без сандыбина. А Вы согласны с этим? Ну, я не знаю, я же не могу про себя судить. Почему? Ну, например, Вы сказали, Что Вы не считаете себя умным человеком. Нам, например, кажется... Я считаю, что умнее меня очень много людей. Мы никогда не знаем, кто... Эйнштейн вообще нас... Нам, например, кажется, что Вы умный человек. Ну, если Вы считаете, как Иисус Жуисов, Я говорю, что считаю. Он говорил, что ты сказал. Ты сказал, да. Ты говоришь. Да. Скажите, а Вам нравится вообще работать депутатами? Вы знаете, нравится, не нравится. Понятие здесь такое растяжимое. Но меня избирал народ. Я вот просто вот считаю себя, Что я брошен на растяжание. Но вот они никак меня не могут растяжать. Это интересная работа? Ну, не скучная. В Думе было бы скучно. Правда? В Думе было бы скучно, Если бы она не была оживлена странно. Знаете, если бы они сидели честно, аккуратно, Приходя на работу, Каждый голосует своей карточкой, Не пидает к другому, Не перетягивается через спинки стульев, Не бьет хуком в челюсть, Не плещет водой, Не заводит скандалы. Что было бы в Думе после этого? Она бы работала. Был бы такой странный эффект, Что от нее была бы польза. Может быть. Но народ не развлекался был. А вот что вам кажется, Интересно именно с точки зрения, Если относиться к этому, Просто как к работе. Вот относиться, Когда я веду прием, Ко мне выстраивается такая очередь, Как мазалей Ленин. Я уже тут неоднократно говорил. И тут надо понимать, Идут больные люди, И обиженные судьбой, И безработные, И женщины, И беременные. И, конечно, Каждому человеку надо С пониманием. Я другой раз веду прием, И слез не могу сдержать, И мне слезы. То есть вы считаете, Что самое главное, Да, это работа с избирателями. Да, работа с избирателями. А не в Думе. Я считаю, Что в Думе не такая главная работа, Как работа с избирателями. Скажите, Василий Иванович, А вот в Думе, Борьба, Это вообще такой мужской мир очень. Вот кто из ваших противников Вам интересен? С кем вам интересно воевать? Вы знаете, Противник это не враг. Да, да. Вот мы говорим именно про... Я просто говорю, Противник это не враг. Есть враги в государственной Думе. Это пятая колонна. Это союз правовский. Часть депутатов яблока. А есть действительно противники, Допустим, Если мы стоим по разную сторону, То вот сейчас мы с Селезневым. Вы противниками? Я считаю, Что мы с Селезневым На сегодняшнем этапе противника. Вам с ним интересно бороться? Интересно, да. А почему? Вот что вы цените в нем, Как в противнике? Что вам в нем интересно? Что интересно, Он ведет хорошо Государственную Думу. И человек начитанный, образованный, Это у него не отминут. Но почему он стал голосовать Точно так же, как пятая колонна? Вот меня это, понимаете, волнует. Вот меня могут выгнать из партии. Я к примеру говорю, Но я всегда останусь в этом ее деле. Так что вам в нем интересно? Ну я и сказал, что интересно. Понимаете, Вот начитанная, грамотная, Понимаете, поличная. Если бы вы не были Василием Шандыбином, Кем бы вы хотели быть? Ну, рабочим. Как работал я, так и работал бы. Да нет. Как личностью какой-то. Не вообще вот там рабочим. Когда я был пацаном, Мечтал летчиком быть. Нет, не профессия. Вот конкретно. Каким другим человеком? Знаете ли вы того человека, Которым бы вы хотели стать? Вот извините, чтобы... Я бы хотела... Если бы, допустим, так вот, Мне, может быть, Бог не дал таких возможностей, Я бы лечил людей. Вот у меня, вот я вот часто вот иду, И у себя дома, И по Москве иду, И вижу коллег, понимаете. Мне их так жалко бы. Вот если бы у меня была бы такая возможность, Я бы подошел бы, Протянул руку к ним, Взял, чтобы сказал, Ты можешь идти там, Или видеть можешь. Вот я... Святым бы хотели быть. Как Иисус Христус? Да, я бы... Ну, не дано такое мне. Но действительно, Святым. Я, возможно, в монастырь уйду. А мы как-то? А вы за мной пойдете. А вы в женский пойдете в монастырь? Нет, я в мужской, а вы в женский. А что вы как-то нас по углам хотите развести? Вы в мужской, мы в женский. А кто в доме сидит здесь? В доме? Да, в доме охотников много. Почему вы хотите в монастырь? Ну, я считаю, что вот я, как любой человек, сделал много грехов. И над этими грехами, как Моисей говорил, что нет, наверное, страшнее... Нет. Он сказал так, что во мне больше недостатков, чем у других. Но я над этими грешными недостатками преобладаю. Ну, а я другую разность вот... А что ваш самый большой грех, как вы считаете? Ну, я считаю, что лукавство. Страшнее греха нет. Да? И вам он стоит ценить? Ну, в какой-то степени, да. Знаете, мы считали вас человеком умным и видим, что вы человек умный. Считали вас человеком сложным, остроумным, артистичным. И таким вас и увидели. А при этом в доме вы играете роль в дураках. Вот это и есть то лукавство, которое вы считаете своим грехом? Или вы подозреваете, что публике больше нравится дурак? Вы знаете, что неоднократно этот вопрос мне задавали многие журналисты. Из меня хотят сделать в Думе дураках. Но я не играю роль дураках. Потому что, когда показывают в Думе мои выступления, то телевизионщики вырезают, потом, значит, клеивают, и получается такой мой образ нехороший. На самом деле, я умею грамотно и выступать, и грамотно излагать свои мысли. Поэтому все... Да-да, вот это все делает наше думское телевидение. Она же никогда не покажет полностью моего выступления. Да-да, она покажет фрагменты. Понимаете, эти фрагменты, когда моя незаконченная мысль, то действительно у людей складывается вот такое впечатление. Вы меня не совсем точно поняли. Нет, я все, я никогда не играю. Я играю такой, как есть. Я имела в виду роль, понимаете, шута. Это шуту позволено говорить то, чего больше никому не позволило. Между прочим, вы знаете что? Шуты были самые умные люди. Вы понимаете, что мы очень хорошо знаем, как... Я никогда не играл роль шута в государственном мире. Если бы я играл бы роль шута, я бы здесь с вами за столом не сидел. Почему? Ну, вы бы меня тогда не пригласили. Нет, да. Потому что ты действительно самый умный человек. Вы понимаете, что... Нет, вы сказали, что роль дурака. Если бы я был бы... Не-не-не. Если бы... Ну, мне неудобно, допустим, так говорить. Если бы я был похож на дурака, то я был бы похож на вас. Согласен. Мы-то дуры от природы. Но вы-то нет, Василий Иванович. Понимаете, о чем мы говорим? Что мы представляли? Себе, о вас? Это грех, ну как? А теперь... Нет, нет, нет. Я просто... Я знаю, понимаете. Ну, мы же вот... Есть и умные дураки, и такие, и подобные, и все. Но я просто говорю, я... Из меня делают это журналисты. Понятно. Да. Понятно. Тогда скажите, в чем ваше лукавство? Лукавство? Да. А вот лукавство даже здесь мы сидим, и вы лукавите мне, и я вам лукавлю. Вот это и есть лукавство. Спасибо. Спасибо. Большое вам спасибо. Это было замечательно. Спасибо. Интересная моя программа. Нет? Вот она вот и будет... Не просто не разочаровали, а наоборот, еще больше восхитились. Восхитились. Ну, ладно. Спасибо. А мы действительно люди процелили. Василий Иванович очень простый. Я считаю, что это одновременно. То, что Василий Иванович говорит неправду, он сам в этом признается. Он сам говорит, что он лицемер. Он говорит, что он лицемер, что главное грех, лукавство. И что простой человек? Самый хитрый человек. Василий Иванович все по себе сказали. Василий Иванович словно неглупый мужчина. Ну, осторожно. Ну, конечно, осторожно. Вон, как пришлось его раскачивать вначале и расслаблять. Пять раз звонил, переспрашивал, какие будут вопросы. То есть он боится вообще вопросов. Он не готов на все отвечать. Он там приготовил самому. Не, ну нам-то тоже было страшно, что он сейчас как заведет эту свою обычную громкую пластинку о том, как демократы развалили великий, могучий Советский Союз. Вот. И ничего больше не скажет. А он у нас и посвистел, и стежки прочел. Все хорошо. И стихи замечательные Заболоцкого про цирк. На последний страшный номер вышла женщина-змея. Она ползала в салоне, ноги в кольца завияла. Это из столбцов, по-моему? Конечно, из столбцов, да. Вот Василий Иванович тоже стихи читает. Ну, наверное, наверное, столбцы бы не вызвали его. Вряд ли. Наслаждейся. У Руси взмахни крыло, это меня мучает совершенно. До боли. Нет, взмахни крыло, поставь ему крепь. Много лет я думаю о том, что это означает. По-моему, это сахтерский термин. Крепь. Крепь. По-моему. Куда ставят крепь? По-моему, это на лагерь. По-моему, нет такого слова. А крепь просто. А крепь просто. А крепь. А крепь, да. А вот все тут. Крепь. Понял complete. Крепь. ami. Крепь. Продолжение следует...